Глубоко уважаемая Надежда Викторовна, глубоко уважаемый Алексей Викторович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад по вакцино-терапии рака мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря в структуре онкологической заболеваемости занимает 9 место среди всех злокачественных новообразований в мире. Основным фактором риска является курение. Наиболее распространенной формы переходно-клеточная аденокарцинома. Впервые выявленный рак мочевого пузыря чаще бывает мышечно-неинвазивной в 75% случаев. В 25% впервые выявляется высокоагрессивная мышечно-инвазивная опухоль. Подобная гетерогенность обусловлена молекулярно-генетическими изменениями, происходящими в опухоли. Было установлено не так давно, что при мышечно-неинвазивной форме рака изменения касаются исключительно прото-онкогенов, а при мышечно-инвазивной затрагивают геносупрессоры опухолевого роста. Традиционно на первом месте среди методов лечения рака мочевого пузыря выступает хирургически, также используется фотодинамическая терапия, химиотерапия, лучевая терапия, и в последнее время большое внимание уделяется иммунотерапии при этом заболевании. А это обусловлено тем, что по уровню мутационной нагрузки рак мочевого пузыря, это тоже одно из последних исследований, о котором докладывалось несколько раз сегодня, занимает четвертое место, уступая только меланоме и ракам легких. Что говорит о перспективах использования иммунотерапии при этом заболевании. Достаточно давно рак мочевого пузыря был одним из первых заболеваний, при котором иммунотерапия применялась. Еще в 1976 году морализ был предложен, и практически без изменений до сегодняшнего дня остается метод внутрипузырной BCG иммунотерапии с использованием вакцины BCG. Под влиянием микобактерий вакцинного штамма в слизистой оболочке мочевого пузыря активируется каскад клеточных и молекулярных взаимодействий, приводящих к выбросу большого количества провоспалительных цитокинов и активирующих токлеточное звено иммунитета. К настоящему моменту в связи с большим интересом к иммунотерапии при целом ряде излокачественных новообразований, в том числе и при раке мочевого пузыря, используются самые разнообразные методы иммунотерапии. Мы остановимся только на вакцинотерапии, хотя также хотелось отметить и использование онколитических вирусов. Исследования проводятся в настоящее время, и буквально совсем недавно стартовало исследование онколитического аденовируса CG0070. Этот вирус экспрессирует также GMKSF. Исследование вируса из семейства Коксаки, Каватак, и последний в этой группе вирус. К настоящему моменту производится набор пациентов для первой фазы исследований в сочетании онколитического вируса и пембролизумаба. У блокаторов иммунных контрольных точек было доложено ранее, и очень много и подробно разбирали. И при раке мочевого пузыря также достигнуты достаточно существенные успехи в лечении этого заболевания. А вакцины, которые используются, помимо неспецифической иммунотерапии BCG, вакцины, у которой есть свои плюсы, конечно, и свои минусы, она действительно существенно превосходит внутрипузырные химиотерапевтические методы в отношении снижения частоты прогрессирования и рецидивирования опухоли, но высокая частота побочных эффектов при этом методе, включая и жизнеугрожающий, ведет к необходимости поиска новых решений для выбора метода терапии при этом заболевания. И вот используются субкомпонентные BCG, субкомпонентные BCG иммунотерапии с применением компонентов клеточной стенки бактерий, рекомбинантные BCG с экспрессией интерлейкинов, интерферонов, и вакцины, специфически воздействующие на иммуноатлет. К настоящему моменту изучены, исследованы пептидные вакцины, в основном их используют два японских исследования, вакцина на основе пептида Сурвивин и персонифицированная пептидная вакцина, которую я расскажу чуть позднее, дендритно-клеточные вакцины и векторные вакцины. Персонализированная пептидная вакцина, разработанная в Японии, в мультицентровом исследовании второй фазы больных метастатическим раком мочевого пузыря отмечен частичный регресс у 9 пациентов, при этом ни одного пациента в контрольной группе не было, и общая выживаемость при использовании подобного метода в два раза выше была, чем в контрольной группе. Частично персонализирована пептидная вакцина, это тоже исследование японских ученых, при метастатическом раке мочевого пузыря, здесь проходило исследование первой фазы, поэтому оценивались специфические токсические тилимфоциты, но, тем не менее, медиана общей выживаемости также была в два раза больше в основной, чем в контрольной группе. И векторная вакцина PANVAC на сегодняшний момент только начато исследование второй фазы, сравнение этой вакцины на основе ОСПО-вируса с экспрессией канцероэмбрионального антигена имуцина-1, кроме того, вакцинный штамп содержит трансгены костимулирующих молекул. Проводятся исследования по сравнению совместного использования БЦЖ с вакциной PANVAC и БЦЖ в монотерапии, в монорежиме. Результаты будут представлены в 2017 году. И на этом слайде представлен один из методов, разработанных и запатентованных коллективом ученых во главе с Ириной Александровой Балдуевой и успешно применяемых в Институте онкологии имени Петрова для лечения целого ряда злокачественных новообразований. В первую очередь это меланомы, рак почки, саркома, о чем было доложено уже ранее. Для нагрузки дондритных клеток используется аллогенный клеточный материал, экспрессирующий раково-тостикулярные антигены. А рак мочевого пузыря высокоактивно экспрессирует раково-тостикулярные антигены. И в исследовании 2006 года было обнаружено на большом количестве образцов, что рак мочевого пузыря в 100% случаев экспрессирует хотя бы один из девяти раково-тостикулярных антигенов и более чем в 50% случаев экспрессирует более трех раково-тостикулярных антигенов. Поэтому в настоящее время в отделе онкоиммунологии проводится работа по созданию персонифицированной дондритно-клеточной противоопухолевой вакцины против рака мочевого пузыря. И в рамках этой работы проводится изучение особенностей культивирования клеток уротолиальной карциномы. В настоящий момент уже исследованы особенности, изучены особенности хранения и транспортировки опухолевых образцов, выбраны наиболее оптимальные методы для дезагрегации опухоли. И отработанные условия для максимально эффективного культивирования получения клеточных линий, которые в дальнейшем будут использованы для создания персонифицированной противоопухолевой дондритно-клеточной вакцины при этом заболевании. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Александровна.